В 1907 году Николай Гумилёв, который в то время жил во Франции и издавал еженедельный парижский сборник «Сириус», напечатал в одном из номеров стихотворение Анны Ахматовой. На руке его много блестящих колец, которое стало её литературным дебютом. У 60 мальчишек и девчонок из Ленинского городского округа и соседнего Ступина литературный дебют состоялся накануне самого волшебного праздника – Нового года. Награждение прошло с учётом эпидемиологической ситуации, поэтому собрать всех победителей не получилось. Мы сегодня пригласили только победителей учащихся школ города Видное. И поэтому сегодня ваш звёздный час. Ребята от 6 до 13 лет принимают участие в традиционном конкурсе уже на протяжении 12 лет. Оценивает работы профессиональное жюри. Юный поэт из 9-й школы Георгий Летодиани старается поймать музу всегда, когда это возможно. Иногда мне само в голову приходит, там на какую-то тему я делаю, например, уроки, и у меня само получается как-то, какие-то рифмы получаются. Что главное в стихотворении – рифма или что-то другое? И рифма, и смысл. За такое отличное сочетание в своём стихотворении, отправленном на конкурс, Георгий получил первое место. Ещё одной победительницей конкурса, получившей диплом второй степени, стала Полина Косенкова. Семилетняя сказочница признаётся – сказки писать интересно. У меня были стишки, и из этих стишков я беру несколько и придумываю со сказкой. Кроме победителей в номинациях «Проза» и «Поэзия» были определены и ребята, получившие специальные призы. За лучшие стихотворения о маме, какая прекрасная номинация, побеждает Анастасия Рязанова, «Видновская школа», номер 10. Юным поэтам и писателям раскрывать их таланты помогают взрослые, родители и учителя. Некоторые педагоги также получили заслуженные награды. А в конце мероприятия сделали общую фотографию на память о таком важном событии. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошлева, «Видное ТВ».